В онлайновом классе выживает тот, кто в состоянии себя организовать и систематически заниматься, независимо от того, стоит кто-то с дубиной времен. Когда у тебя есть возможность отойти, ты обязательно попадешь в ситуацию, в которой ты отойдешь. Нет неприступных крепостей. Всегда есть кто-то, у кого быстрее, всегда есть кто-то, у кого больше денег, всегда есть кто-то, за кого похлопотали. HH Java? Обалдеть! Покажите мне человека, который не может выучить Java, если ему дать достаточно времени, если он мотивирует. Поскольку все-таки мой канал, несмотря на то, что он там фокусируется на округе людей, айтишников, да, вот в ТЭК, но они скорее приходят ко мне за мотивацией, той самой мотивацией и за какими-то знаниями определенными. Где брать мотивацию? Как ее приобретать? Вы знаете, что у меня есть плейлист такой, называется «Философская тетрадь». Там где-то около 100, чуть больше 100 видео на разные темы о жизни. И паренек на днях пишет, он говорит, я три раза посмотрел «Философскую тетрадь» и так не знаю, что делать, с чего начать вообще, как двигаться. Мотивация, знаете, я как, может быть, скажу, есть интересная такая концепция психологическая, о том, как люди себя меняют. И отрабатывалась концепция на людях, у которых была зависимость наркотическая. Не обязательно наркотики, но это курение, это пищевая, в основном курильщики. В Америке тут было время, когда миллионами курильщиков выводили из этого состояния. И вот набралось много статистики. Там есть 18 видов зависимости. И вот получается так, что какой бы вид зависимости мы ни рассматривали, в данном случае зависимость от того, что ты ничего не делаешь, и ты как-то вот подсел на ничего не делание. Значит, первый этап, человек отрицает, отрицает, что вообще есть проблема. Он говорит, нет проблемы, мне хорошо. Кто не курит, тот, это самое, и не пьет, тот здоровеньким умрет, да? Или там, так лошадь от грамма негатина убирает, так ей дури и надо, пусть не курит. Понимаете, нет проблемы. Потом человек понимает, что проблемы есть. Обычно это связано с тем, что он сравнивает себя с другими. Один умер, допустим, от курения, другой от алкоголизма, от речи. И он начинает думать, мама, а я следующий, да? И как-то он говорит, проблема есть. В нашем случае мы говорим, что вот он сидит, у него в жизни ничего не происходит. Он не зарабатывает, он не становится более профессиональным. У него с каждым днем, месяцем, годом не растет уровень квалификации, востребованности, состоятельности и так далее. Он говорит, что-то уходит в жизнь. Он начинает смотреть на других людей. И вот он говорит, проблемы есть. Дальше возникает вопрос, значит, ну хорошо, есть проблема. А какое должно быть решение? И вот он ходит, думает. И это очень важное время. Человека нельзя вытолкнуть из этого, он ничего не получится. Он должен находиться в этом состоянии столько, сколько надо. Потом он говорит, хорошо, спланируем. Он начинает планировать. Потом у нас этап действия. И он в этом действии, может быть, он что-то не так спланировал. Обычно, бывает, часто бывает, не так спланировал. Он вернулся в это состояние, но он же лучше подготовлен, он же был в действии. Он же понял, где у него не получилось. Он вернулся назад, перепланировал, пошел дальше. Дальше он какое-то время должен закрепиться в этом. Ну, чего-то добился, закрепление должно произойти. Он может, например, бросить курить, а потом снова закурить. Значит, он должен выйти в такое состояние, когда он уже не закурит. Оно есть. Хотя есть такие люди, которые до конца дней, они из него не выходят, они не переходят в шестую стадию, когда уже все. Они могут постоянно вот с этим воевать. Поэтому, к чему у нас речь? Вот человек, он недостаточно мотивирован. Но, смотрите, что произошло. Он понял, что что-то делать надо. Он знает, делать что-то надо. То есть, первый этап мы прошли. Он, может быть, не знает, что делать. Он, может быть, знает, что делать, но у него толком нет плана. Может быть, у него есть план, но он никак не начнет, не решится начать. И так далее. Но в данном случае, когда человек говорит, что мотивации нет, уже хорошо. Уже лучше, чем если бы он говорил, что мне и не надо. Вопрос в том, как мы можем помочь. Вот есть человек, и он говорит, а я не знаю, чего делать. А у меня нет мотивации. И так далее. Что мы можем ему сказать? Вы можете перепрыгнуть через какой-то этап. И можете ему сказать, а вот ты знаешь, там вот есть партнер в компьютерской, там тестеров готовят. Оно не сработает. Он не прошел этап определения, чего ему надо. Он ничего не спланировал. Ему нельзя дать решение, понимаешь? Пока он не пришел в ту точку, где принимается решение. Ему можно дать информацию. Ему можно сказать, а посмотри вот на это. А посмотри вот на то. И люди, которые нас с вами смотрят, очень многие это люди, которые именно в этой стадии находятся. Потому что он может зайти и сказать, да нужна мне ваша Америка. Конечно нет, зачем тебе Америка? Иди. Но он сидит и смотрит. Он смотрит на одного человека, на другого человека. Они смотрят на интервью. Они смотрят на людей успешных и неуспешных. Они пытаются понять. И вот эта стадия, никто не может его выгнать из этой стадии. Ему, слава богу, он интересуется. У него есть информация. Идет какой-то внутренний латентный такой процесс, скрытый. Мы не знаем, когда он пробьется и так далее. Но он идет. Поэтому, что мы можем сделать? Мы можем дать ему больше вариантов. Только не давить на человека. Не давить, не пихать, не ничего. Просто сказать, а вот есть вот это, а вот есть вот это. То есть, мы вот как блогеры, мы можем находить интересных людей, интересные судьбы, интересные характеры. Когда вот он, допустим, у него не было критической массы, состоящей из технических навыков и правильного образования. Но он компенсировал вот это, допустим, волей своей. Или там мотивацией. Значит, мотивация. Мотивация человеку приходит тогда, когда он спрашивает себя, зачем я живу вообще на свете? Что вот я? Зачем? И в тот момент, когда ты говоришь, что есть какая-то высшая цель в моем существовании. Вот не просто белковое тело. Знаете, там жизнь, это форма существования белковых тел. Да, вот наука говорит. Но у нас же кроме белков-то там, понимаете, вот есть некоторая духовность. Есть что-то такое, что мы говорим, вот нам дано сверху. Какая-то симфония нам написана, которую мы должны сыграть. А ноты разбросали. Понимаешь, вот мы ходим всю жизнь, эти ноты собираем, чтобы свою симфонию отыграть. И человек спрашивает себя, а для чего я? А к чему я стремлюсь? А через что я самореализуюсь? Вот, допустим, скучная, нужная работа. Там нет самореализации. И, как бы, я совершенно искренне верю, что вот человек больше заработает, и денег тоже, в частности, если будет заниматься любимым делом. Но заниматься любимым делом и любимым имеется в виду таким любимым делом, которое имеет общественную ценность, общественную значимость. Вот ты делаешь что-то для других людей, это в обмен, ты что-то от них получаешь. Вот, в той валюте, в которой тебя интересует. Это может быть уважение, это может быть власть, это могут быть деньги, это может быть, я даже не знаю, там, что тебе важно от других людей получать. Ведь почему человек говорит, у меня нет мотивации? Ему лично оно и не надо, но он живет в социуме. И в этом социуме он как-то проигрывает, понимаешь? Его статус понижается, потому что он стоит на месте, а люди куда-то проходят туда. И вот его статус за счет этого снижается. Почему люди не любят тех, кто пробивается? Потому что каждый, кто пробился, опускает тебя. Вот твое положение вот в этой группе уходит вниз, его вверх идет, а твое вниз. Поэтому он тебя не любит сразу. А я на студентах вижу, вот они говорят там друзьям, знакомым, там, я пойду учиться там. Их уже начинают в этот момент не любить, он еще работу не нашел. Ну, когда найдет, может быть, совсем ненавидеть будет. Но, понимаешь, сам факт того, что он хочет куда-то двинуться, тем самым понизить мой статус. А кому это нравится? Поэтому мотивация приходит тогда, когда ты осознаешь, что вот это твой путь, вот это твоя самореализация. Когда ты понимаешь, что наступит момент, и тебе скажут, ну, отчитайся, как ты жизнь-то прожил. Вот тебя спустили, так сказать, да, и сказали, вот дали тебе какие-то таланты, ресурсы. Как ты использовал это? Он говорит, пиво-пиво. Ну, хорошо, а еще что? Говорит, ну, так вообще. Я встречался с парнем одним в Италии. Он прослушал курс наш и работает в Италии тестировщиком удаленно. И говорит, вот я зарабатываю, я не помню, 800 евро в месяц, работаю 4 часа в день. Я говорю, а почему бы тебе не работать 8 часов и зарабатывать там полторы тысячи евро? Он говорит, да, говорит он, но если больше 10 тысяч год зарабатываешь, надо налоги платить. Понимаешь? То есть, может быть, у него после налогов осталось бы не 800, может быть, там 1000 осталось или 1200, я не знаю. Но что-то было бы больше, но налоги платить. Поэтому задача не в том, чтобы обществу дать и что-то за это получить. Задача совершенно другая, другая оптимизация происходит. Как получить максимально, давая по минимуму, а лучше всего вообще не давая. В этом плане вэлфер, вот этот социал, общественные фонды, это мечта. Потому что ты даешь ноль, а получаешь что-то, не так много, но еще немножко на кеш подработал. Понимаешь? Уже осматриваешь, уже можно жить. И уже никогда с этого социала не сойдешь, потому что ты уже на кеш не подработаешь. И тут получается зависимость. Вот за этот долгий период, которым вы занимаетесь своим делом, были ли какие-то моменты, когда вы теряли мотивацию? И как вы ее находили? Ну, как я уже говорил, значит, человек не устает и не теряет ничего больше, чем на короткие промежутки. Время какой-то совсем незначительный. Если он занимается своим делом, любимым делом, тем, на котором он сам реализуется, это не обязательно та работа, где больше платят. Это не обязательно та работа, что свекровь сказала или друзья там все и так далее. Вот это ваше. И в этом смысле нельзя никого слушать. Прислушиваться можно слушать, нельзя. Вот вы должны для себя сказать, вот это мое, вот это я занимаюсь своим делом. И в этот момент вы перестанете замечать, как летит время, как вообще, что происходит и где. Вот я сегодня со студенткой разговаривал в скайпе, и она интересуется автоматизацией, спрашивает, хорошо ли мне. И я ей говорю, ты знаешь, когда я занимался автоматизируемым тестированием сам, это было самое счастливое время в моей профессиональной жизни. Я приходил на работу, я садился и вроде только сел. И говорит, пора домой идти. Я говорю, вы что, охренели? Я говорю, только сел. А уже там, сколько там, 5-6, сколько там нужно по времени. А я только вроде, понимаешь, ты вообще не замечаешь, как время летит. Это было очень счастливое такое время у меня. Я не знаю, насколько бы меня хватило. Вот это вопрос, который остался открытым, потому что я после этого стал менеджером. Там где-то годик вот этим занимался, потом стал менеджером, потом вот школа, и я ушел сюда, в эту школу. И в школе мне, в общем-то, никогда не надоедало. Но я всегда как с утра бегу в хорошем настроении, вот как американские дети в школу бегут. Но бывали очень тяжелые моменты, когда ты ощущаешь, что ты не востребован, что ты не нужен никому. То есть, я как бы человек, который живет востребованностью. Я питаюсь востребованностью. Это моя пища. А когда, допустим, интернет бум обвалился, 2001 год, 2002, работы нет. Курсы наши никому не нужны. Ну, я стал заниматься страхованием. Я открыл агентство страховое, стал заниматься страхованием. Ну, там дома, машины, но я в основном бизнесы страховал. Мне было очень интересно, я поскольку сам вот из бизнеса, и мне было интересно. И довольно успешно все это развивалось. Но школу мы не прекратили. То есть, у меня вот было размышление такое, «Ну, вот сейчас бросить все, потому что, что, в классе два человека сидят». Ну, из-за чего я работаю? Но я сказал себе, ну, я молодой мужик, мне еще рано на пенсию. Я мог на пенсию, материально я мог себе позволить. Но я думаю, ну что, я в 45 лет на пенсию пойду. Будем тянуть. И да, а все остальные, там было с десяток школ, мы не одни были. Они все позакрывались. И, соответственно, когда уже мы вышли из рецессии, то как бы мы все и подсобрали. Сегодня вы не можете рядом с нами встать. С нами рядом встать нельзя. Потому что 24 года опыта, потому что там 10 тысяч выпускников на местности, потому что там сотни, там сотни и сотни менеджеров, которые приходят за выпускниками и так далее. Было время, компьютеры поставили, объявление дал, и такой, как все. Нет, сейчас так нельзя. И вот мы через это прошли. Но очень тяжелые были периоды. А что страхование? Понимаете? Ты же не то, что меняешь жизнь людей. Понимаете? Здесь-то у нас, понимаете, раз жизнь изменилась, два жизни изменилась, три жизни изменилась. У нас изменение жизни на потоке. Тысячами. Понимаете? Что рядом может встать? И блогерская деятельность может. Понимаете? Вот вы там сделали видео, его посмотрели, там, может быть, не знаю, там, 10 тысяч человек. И из них, может быть, у пятерых, что-то хрустнуло там. И они куда-то понеслись. Понимаешь? И они же пишут об этом, правда? Да. Они говорят, вот я посмотрел ваше видео, все, я бросил, там, побежал, сломя голову, понесся. Постоянно. Вот блогер, он счастливый человек, потому что он помимо дряни всякой, которой пишет, он каждый день получает какие-то вот такие хорошие письма. Мне вообще сейчас мало пишут о дряни, как-то я почистила все. Ну, а у меня фильтры стоят, там все выкидывают, если что. Вот. Но просто, ну да, сейчас меньше пишут, действительно. Сейчас немножко меньше. Хотя иногда пишут, видно, что засланные казачки. То есть не от себя. Не от себя, какие-то, типа, как роботы, что ли, не знаю, боты. Вот. И иногда вдруг какие-то дизлайки там идут. Там смотришь, вот у меня жена стримы ведет, и там вдруг что-то, вдруг, как будто пачка дизлайков пришла. Причем, когда смотришь в этом самом статистике, ее нет. Вот так на видео есть, статистики нет. Да, да. Ну, так они через API там проходят. Так вот, к чему я рассказываю, что то, ради чего все, понимаешь, вдруг раз и пропало, то, ради чего я ушел из... Я работал в индустрии, так, и хорошо зарабатывал. У меня все было, я мог и школу дальше тащить, параллельно с работой. То есть она меня не то, что там сильно напрягала, но она росла, и я думаю, надо же... Я же здесь жизнь меня, людей, а там просто тестирую софт. Ну, что я там... Кто же так променяет-то? Понимаешь, я даже, на самом деле, меньше денег получал первый год, наверное, когда переключился полностью на это дело. Но... И вот, когда вдруг у тебя это отнимают, внешние обстоятельства, вот тогда хреново. У меня есть вопрос по поводу организации времени. Я хочу перед этим сказать историю одну. Ну, как бы, не то, чтобы я вам льщу, но, тем не менее, есть вот у меня такая история в загашнике. Значит, у меня на канале был герой. Он сейчас работает в Тесла. Его видео набрало, так хайпанул, и набрало неплохо, там, где-то по 200 тысяч. А я видел его мальчика. Да, и вот он сказал, что вы ему очень... Во-первых, вы его встретили в аэропорту. Совершенно безвозмездно. Потом, как бы, предоставили ему жилье. И вообще, очень много ему советов. Ну, где-то там... Ну, с ли он с кем-то. Да, да. В общем, вот все успевать. Вот эту школу блогерства, да. А он еще такой, знаешь, так, внешне такой, вот у него... Видите, они такие счастливые, такие, светятся. А он такой серьезный такой. Да, ну, конечно, его там сложно разговорить. Он мне, когда его позвала на интервью, он сказал, ну, ты разочаруешься со мной. Но суть в том, что вот вы занимаетесь, у вас школа, да. Вы сам ведете один из предметов, правильно? Я мало веду в арху сейчас. Немножко веду, да. Тем не менее, канал, который вот, ну, по моим ощущениям, вот, по моему, он занимает много времени. Плюс вы еще находите время там на семью. И самое интересное, что вы еще находите время на то, чтобы помогать просто вот людям вот встретить в аэропорту, например, человека. Ну, минуточку, это же из той же серии. Но вот мы что-то делаем в этом, в этом мир, что-то отдаем. Ну, а нас тоже кто-то встречал. Знаете, и не хочется в религиозную тему уходить. Ну, вот, например, скажем, есть еврейская традиция поддерживать людей, которые, ну, вот где-то они в трудностях, в проблемах, там, в рабстве, там, и так далее, и так далее. И вот там, говорит, мы тоже были рабами в земле египетской. Понимаешь? Ты можешь забыть об этом, но мы тоже были рабами в земле египетской 500 лет. Поэтому и мы тоже опирались всегда, когда-то, на чье-то плечо. Понимаешь? Если ты опираешься на чье-то плечо, почему же ты своего не должен подставлять? Это кем надо быть вообще? Понимаешь? Если тебе кто-то дал эстафетную палочку, что ж ты ее никому не отдашь-то? Чего ты ее бросишь? Кроме того, обычно это не люди, которые из космоса приходят. Обычно это какой-нибудь зритель, примелькавшийся. Или, допустим, это, может быть, там, приезжает человек, там, муж, жена. Вот, допустим, да, я не помню конкретно его историю, но, допустим, у него жена, там, они ехали, жена собиралась у нас учиться. Бывают просто люди, ну, просто, тоже бывает. Но в основном, конечно, если я его в аэропорту встречаю, я еще видео делаю, а всем интересно. У нас очень любят зрители видео из аэропортов встреч. Вот, поэтому у меня так есть еще дополнительная мотивация. Ну, потом интересно, люди же интересны, вот один человек, другой человек. Они же такие разные все. И там с какими-то... А я его увидел у вас на канале. Я говорю, ой, вы же этого я знаю. Да, но он мне потом за кадром сказал, и я пожалела, что я этого не записала, потому что такие истории очень ценные. Я знаю, что, как бы, есть люди разные, и вам тоже пишут разные комментарии. Есть и лестные, и не лестные. А тут такая история, она абсолютно, ну, то есть, человек... Это зависит от настроя мозгов. То есть, человек услышал бы это и сказал, и это не просто так. Просто так никто не станет помогать. Да, ему заплатили. Не, 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 что-то он такое имел в виду, с него поиметь, там, и так далее. Вот у меня, смотрите, я вам покажу, я всем показываю. Вот у меня стоят... Знаете, что это? Письма. А что за письма? Ну, что-то там отслеживает, трекинг, что-то. Это грин-карта. Вот эти с красным ободочком, это грин-карты. Я слышала, что на ваши адреса часто люди отправляют. Ну, а у них нет адреса в Америке, и они получат... Сейчас есть удобный сервис. Раньше я им говорил, знаете, что вот только сами забирайте, я не буду пересылать документы ответственные. А сейчас есть такой сервис, когда посчитали, он приходит и забирает, им отдает, ну, отправляет. Вот, а почему-то очень мало вот этих пять номеров. Это social security card, номер социального страхования. Да, это вообще самый важный документ, чтобы доверить кому-то. Вот у меня стоит на подоконничке, люди подходят вот на подоконничек с разными. Это меня в пионеры приняли. Человек привез, написал, Миша Портнов. Приняли меня в пионеры, значок пионерский. Ничего себе. Да, ну, народ так. Развлекается как-то. Ну, все-таки, вот как время свое организовывать так, чтобы все успевать? Ну, у меня же 10 человек сотрудников, значит, плюс жена, которая, с одной стороны, сотрудник, то есть она делает всю нашу бухгалтерию, а с другой стороны, она организует мое время и мое питание. У меня диабет второго типа, я питаюсь по часам, там, аккуратно. То есть меня организует куча народа. То есть это делегирование, скажем так. Они высвобождают мое время. Знаете, они такие сознательные все, что им даже делегировать не нужно. То есть как-то так вот они видят какой-то кусок, и они его забирают и делают. Поэтому у нас человек, которому нужно делегировать, он у нас не удерживается, потому что его нужно вот этот менеджмент вот такой сиюминутный, микроменеджмент. У нас так нельзя. У нас каждый человек хорошо делает то, за что взялся. И бывает это не то, ради чего его нанимали, но в итоге какая-то эволюция такая происходит. И последний вопрос, он немного философский. А, да. Да, работа это жизнь или средство для жизни? Ну, это же, опять, если для человека работа это способ заработка, это одно. Если это то, что он с удовольствием делает, ну, так это жизнь. А что вот сидеть, ничего не делать? Человек же не может. Нет, ну, кто-то может. Ну, вообще, что-то такое делать, в мир отдавать. Если ты в мир ничего не отдаешь, что-то тепло, вот, там тепло выделяется, совершается работа. Ну, что это такое? Поэтому, если тебе нравится что-то делать такое, чтобы вот народ восхищался, радовался, там, говорил бы, господи, как хорошо, что вот это есть или этого нет. Ну, конкретно для вас. Это жизнь? Ну, да, конечно. Но это часть жизни, существенная часть жизни. И она влияет на абсолютно все остальное. Например, если бы не было этой школы, так, то как блогер я был бы уже какой-то другой блогер. И, может быть, люди, которые мной заинтересовались, были бы совсем другие. Ну, скажем, половина тех, что есть сейчас, может быть, и не было бы, потому что их интересует школа, профессия, там, еще что-то такое. То есть, это как бы часть меня. А школа – это часть меня. Ну, вот это работа моя. Хотя я уже начинаю так приходить к мысли, что у меня уже YouTube-работа, потому что я не могу не делать видео. Я вот взял какой-то темп. И сначала был темп зверский. То есть, я делал примерно там 3-4 в день в среднем. Ну, маленькие там ни о чем. Ну, так. Не то, что ни о чем. Ну, по чуть-чуть, да. Ну, хочется рассказать, поболтать. А сейчас я начал меньше, там, ну, все равно. Там, может быть, 50-60 в месяц. Ну, у меня 2 раза в неделю уходит и то. Это full-time job. Ну, вы с ними много работаете. Я так на ходу снял, там, я даже не монтирую, там, ну, может быть, там, вырежу что-нибудь и все. Поэтому у меня это много времени не занимает. Но они же ждут. Понимаешь, я же там неделю не делаю видео. Они подумают, что я вообще умер. Потому что они с утра садятся, у них кофе. Говорят, ну, что там у Миши, там, бух. Понимаешь, я уже чувствую, что я, как бы, обязан, да. Как-то вот надо чем-то... А когда ты уже обязан, ты думаешь, а что ж такое рассказать-то, ё-моё. Вроде рассказать-то нечего. А вот там вопросы задают. Да я уж по каждому вопросу 10 раз отвечал. Там, у меня 7 тысяч видео. Да. Понимаете, и вопросы все примерно одинаковые. Ну, скажем так, один и тот же вопрос можно там задать в 50 формулировках, но он не меняется. Поэтому, если я раньше почти каждый день какой-нибудь вопрос отвечал, то потом я уже стал это делать, там, может, раз неделю, раз-две, потому что я не могу больше с такой чистотой. Я начал было политические события освещать. Но тут, во-первых, настроение портится. Когда эту дрянь смотришь, читаешь, эти рожи видишь. И в какой помойке, господи. Ну, в общем, совсем не освещать тоже нельзя. Потому что иммиграционная политика сейчас очень на кону, очень многое происходит. И всё такое. Поэтому тоже как бы рассказываешь. Но я не знаю. Я всё время переосмысливаю вот эту часть. Но тоже как работа становится, отвечая на ваш вопрос. Но я не могу сказать, что это делаю без удовольствия. Я с удовольствием читаю комментарии. Я прочитываю всё, что пишут. Не то, чтобы там было по тысяче комментариев под видео. Нет, ну, будет там 50, 60, 70, 80. Ну, прочитаю. Да, это правда. Спасибо за интервью, за то, что меня приняли в святая святых Кривневой долине. Я посмотрела, что вашему каналу уже 9 лет. Вы знаете, что... Ну, первые там какие-то были видео. Вы знаете, что... Это хороший вопрос. Я думаю, что уже и 10. Значит так. 26 декабря 2008 года. А, соответственно, уже вот-вот 10 лет. Вот 10 лет будет. У вас скоро юбилейный выпуск. У вас скоро юбилейный выпуск. Да. А у меня ещё есть канал Портновскул. Да. И там уже больше. Там уже было 10 лет. Да, но он такой не чисто технический. Вот у нас уже 10 лет. Пожалуйста. Да, здорово. Прям после Рождества на следующий день. Ну, там что получилось? Здесь фильм. Вот видите, он из трёх частей состоит. Да. Вот, значит, там раз, два, три. И он на 25 минут. Когда-то про нас сняли в 98 году. И просто я его порезал там на три части. Не знаю, зачем порезал. Вы тогда уже чувствовали, что YouTube любит покороче, но почаще видео. Я не думал об этом. Но на форуме говорим про вес. Почему я порезал? Он, может быть, не брал больше 10 минут тогда. Было ограничение, может быть, такое. Почему-то порезал, я не знаю. Да. Ну, в общем, с наступающим юбилеем вас. Спасибо. Спасибо. Да. Надо медаль такую. 10 лет, как это называется. Была такая медаль. Безупречные службы. Вот мой папа военный был. У него было много этих 10, 15, 20, 30. Безупречные службы. Так что надо медаль. Не забывайте заглянуть на канал Михаила. Там много полезной информации. Да. Ну, давайте так. Мы с вами не будем прощаться. А мы с вами... Вы кофе пьете? Конечно. Давайте че. На вас не заревнуют к дедушке там? Да я могу и с мужем прийти. А, отлично. Давайте. Давайте. Хорошо. Это интересно. Значит, тем более мы соседи тут оказались. Совсем 3 минуты. 3 минуты. Ладно. Вы меня как-то потерялись совсем. Пропали из виду. Я очень была, как сказать, хардвокер на YouTube-канале. Я старалась развивать. Вообще, надо сказать, я хочу ребятам сказать, что блогеры, поскольку у них одни и те же проблемы, в общем-то, и есть такие, что я вам в слух не скажу. Вот так вот мы можем между собой, а так вам не скажу, чтобы не провоцировать на безобразие. Но постоянно, когда так блогеры встречаются, то они каким-то опытом обмениваются. Вот только мы видим, у нас камеры, оказывается, одинаковые, какие-то прибабахи, рукоятки, присоски, нашлепки и так далее. Это все очень интересно. Да. Ну, хорошо. Да, профессионально. На этом все. Всем пока. Встречаемся в следующих выпусках. Всем пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»